ГОСДУМА Мошенников чаще всего попадаются березняковцы. Только вдумайтесь, пятая часть мошенничеств совершается через сайт объявлений Авито. Не дадим леса в обиду. В Березняковской природоохранной прокуратуре пройдет открытый прием. Пешком к пьедесталу. В Березняках прошел чемпионат ползунков. Начнем выпуск с тревожной новости. В городе вновь активизировались мошенники. Только за минувшую пару месяцев на удочку попались больше ста березняковцев. По данным полиции, ущерб оценивается в миллионы рублей. Далее Анастасия Лакман о самых опасных и распространенных уловках в интернете. Эта схема стара как мир, но своей актуальности почему-то не теряет. Только вдумайтесь, пятая часть мошенничеств совершается через сайт объявлений Авито. И вот как это работает. Вы выставляете товар на продажу, вам звонит покупатель, говорит, что не в городе и просит номер карты, якобы внести предоплату. Вы сообщаете данные и вуаля, ваших денег как не бывало. На еще одну удочку люди попадаются, как правило, будучи в отчаянии. Когда в отделениях банков кредиты не дают, они начинают заполнять заявки на сомнительных сайтах. Таким способом за последние месяцы свои кровные отдали уже пять березняковцев. Мошенники выходят на наших граждан и предлагают под очень небольшой процент, очень большой кредит. Соответственно, граждане соглашаются. После этого происходит вытягивание денег из гражданина путем оплаты так называемых страховых взносов, услуг курьеров. Кроме того, интернет пестрит предложениями быстро вложить деньги, чтобы не упустить возможность разбогатеть. И здесь может быть очередная ловушка. Если при инвестициях в проект вам обещают стабильный доход в течение полугода и более, то, скорее всего, перед вами мошенники. Кстати, один березняковец уже потерял таким образом 3 миллиона рублей. Уважаемые граждане, будьте удивительны, ни в коем случае не переводите денежные средства на счета неизвестных вам лиц. Также никому не сообщайте свои персональные данные, персональные данные вашей индивидуальной карты. И помните, дистанционные преступления раскрываются крайне редко. А значит, и последствия вашей доверчивости могут стоить вам даже не десятков, а сотен тысяч рублей. Анастасия Лакман, Степан Некрасов, Новости Верхниками. А если вы стали свидетелем нарушения законодательства, не молчите. На следующей неделе, в День Конституции, по всей стране пройдут приемы граждан. Березняковская природоохранная прокуратура не осталась в стороне. Чаще всего в природоохранную прокуратуру обращаются по поводу незаконных свалок, вырубки деревьев, слива химических веществ в реке. Если вы видите, что природу нещадно губят, не молчите. Жители не только Березняков, но и всего Верхниками будут ждать с жалобами на нарушение законов об отходах, охране атмосферного воздуха, загрязнении воды и леса. В общем, с любыми вопросами, касающимися экологической безопасности. Для того, собственно, и проводится вот этот Всероссийский день приема граждан, чтобы некоторые вопросы возможно было решить вот прямо на месте. То есть здесь даже не возбраняется путем телефонного звонка, переадресации вопроса, допустим, в какие-то государственные органы, которые способны разрешить тот или иной вопрос. Прием граждан пройдет 12 декабря в следующую среду в Березняковской природоохранной прокуратуре по адресу труда 4 с 12 часов дня до 8 вечера. Телефон для справок вы видите на экране. Россияне описали черты идеального работодателя. По данным Всероссийского центра изучение общественного мнения, на первом месте высокая зарплата и хороший соцпакет. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, какой работодатель кажется более привлекательным для березняковцев. Надо, чтобы у каждого работодателя был соцпакет. Сейчас полгорода работодатели не дают соцпакета. Не учат студентов, не хотят в отпуск отпускать. Соцпакет, зарплата, какие-нибудь дополнительные услуги, ну, к примеру, там, спорт. Ну, обеспечивает соцпакетом работников своих. Это хорошо. А зарплата? Ну, и зарплату, да, без задержек. Хорошего работодателя. Благостность. Вера в Господа. То есть он должен относиться к людям по совести? По совести. А если, допустим, взять такие земные цели, например? Земные цели. Демократизация страны. Добросовестно относиться к людям, к трудящимся, ну, зарплату вовремя платить и поднимать можно. Много денег платил. И предоставлял социальные стаховки, медицинскую стаховку. На заслуженные зимние каникулы россияне выйдут только в воскресенье. Последнюю субботу месяца, 29 декабря, решено было сделать рабочий. А еще больше интересных новостей смотрите в нашей традиционной рубрике «Новости коротко». Пермские ученые разработали программу «Лазер», которая сможет выносить приговор за судью. В течение заседания она поможет идти строго по стадиям судебного разбирательства, последовательно фиксировать ход процесса и записывать аргументацию обеих сторон. Как отмечают разработчики, в российской судебной практике аналогов в программе нет. В самом же суде такое новшество пока восприняли скептически. А в Центробанке объявили, в Пермском крае за последние месяцы ощутимо выросли цены на мясо и колбасу. Замороженную и охлажденную курицу теперь приходится платить на 13,5% больше. Цены на вареную колбасу стали выше на 7%. При этом благодаря хорошему урожаю подешевели овощи и фрукты. Среди непродовольственных товаров сильнее всего за год выросли цены на табачные изделия, моторное топливо и легковые автомобили. Между тем, один из туристических сервисов России опубликовал занятный рейтинг. В нем Пермь заняла второе место и стала одним из самых холодных российских городов по итогам осени. Сильнее, чем у нас, мерзли только в Томске. Средняя дневная температура там составляла всего 5 градусов. Вторую строчку рейтинга мы поделили с Улан-Удэ. На третьем месте оказалась Кемерово. Напомню, что по итогам лета Пермь также возглавила топ самых холодных городов. Вместе с Владивостоком столица Прикамья тогда разместилась на первом месте. Новости коротко подготовила Анастасия Лакман. Мир пешеходов, машин и водителей. Самым маленьким участником дорожного движения из 77-го детского сада Березняковские инспекторы ДПС устроили проверку на знание правил дорожного движения. Продолжит тему Сергей Каленик. Живет с тремя глазами. Как мигнет, так сразу и порядок не ведет. Так это светофор, что ли? Да, ну его. Ворчливая бабка-ежка то и дело нарывит вести смуту в детские ясные умы. Заставляет правила нарушать. Но этих мальчишек и девчонок не сбить с верного пути. К этой встрече они готовились. Долго повторяли дорожную грамоту. А чем отличается светофор для пешеходов от светофора для транспорта? Дошкалята рассказали о правилах дорожного движения с песнями и необычными перевоплощениями. Например, Гриша, капитан команды светофор, примерил на себя роль инспектора ДПС. Его команде не удалось занять первое место, но ребята не расстроились. Ведь у них получилось убедить бабу-югу в том, что правила надо соблюдать. Как я без лима остановлюсь? Нужно ждать автобус и сесть на лавочку. И сесть пешок. Вам нужно сейчас в данный момент запомнить два правила, которые вас обезопасят на дороге. Это всегда смотреть по сторонам и всегда переходить дорогу по пешеходному переходу. Показали, что вы знаете правила и в будущем вы научите таких же детей. И сегодня дома вы расскажете родителям, как нужно правильно переходить дорогу. Дошкалята пожаловались инспектору ДПС на взрослых, которые переходят дорогу в неположенных местах. Дети попросили передать нарушителям. Это очень опасно. Чтобы не попасть под колеса машины. Чтобы не попасть в аварии. И чтобы не умереть. Чтобы обезопасить свою жизнь. По пешеходному переходу, или по зебре, или по светофору. Просто так вышли и побежали сразу? Нет. Пешком. Надо на зеленый цвет посмотреть направо и налево. Уже потом, наверное, только переходить? Да. Когда машина становится. А еще Дошкалята показали свои навыки вождения. Пока на самокате. Но пообещали, лет через 15, когда появятся права на управление автомобилем, нарушать не будут. Сергей Коленик, Степан Никрасов. Новости верхниками. А теперь к спорту. В выходные в Березняках зажглись новые звезды. Самым юным участникам недавно исполнился один год. За маленьких спортсменов болела Елена Силакова. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки, или даже полкило. Вот где разоли для карапузов. Чемпионат ползуков. Вперед малыш. Эти спортсмены легко перебирают маленькими ножками. К финишу приходят играючи. Мама Владика знает, ему не игрушки по гремушке подавай. Мы просто знаем, что у нас ребенок за компотик душу продаст. Поэтому просто компотик показали, и все, он побежал. А вот Андрюша, наверное, будущий фотограф. Без техники жить не может. И к Новому году Андрей подготовился основательно. Костюм символа наступающего года произвел фурор на празднике. И всем на свете нужен спорт. И даже, даже, даже поросятам. Мы уже участвуем второй год подряд. Участвуем с удовольствием. Поэтому с нетерпением ждали этого праздника. Чемпионат ползуков проходит уже девятый год подряд. И, видимо, все родители ждут этого праздника так же, как и Новый год. Поросята, смурфик, юный Дед Мороз, ангелочек и суперсемейка Бэтменов. В этом году чемпионат побил все рекорды. В забеге участвовали 260 спортсменов. Многие малыши даже в детский садик не ходят, но уже покоряют педестал почета. Это такой заряд позитива, бодрости. И главное, что когда дети делают первые свои шаги своим целям, может быть, дальнейшим только еще успехом, может быть, даже спортивным великим результатом, рядом с ними находятся самые близкие дорогие мамы, папы. Участников поддержали отдел по делам молодежи и молодежный культурно-досуговый центр. Всем малышам вручили подарки и сертификаты в развлекательные центры города, чтобы они там могли тренироваться и дальше. А у победителей в память о первом успехе останутся самые первые в жизни видали. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости. В следующем сюжете мы расскажем про активный отдых для детей постарше, ну и для взрослых, конечно же, тоже. Наш юный корреспондент молодежного проекта «Новая смена» Анастасия Гордеева попробовала себя в виде спорта нового поколения. Команды по базам. Волнительное ожидание. Пора в бой. Согласитесь, в войнушку играть гораздо увлекательнее в реальной жизни, чем в гаджете. Вот, например, «Лазертак». Военно-спортивная игра, в основе которой имитация настоящего боя. Не важно, сколько вам лет, и есть ли у вас специальная подготовка, стоит немного приноровиться, и вот вы готовы идти в атаку. Суть игры — попасть лазерным бластером в датчике, который находится на голове противника. Три таких попадания, и враг уничтожен. Организаторы предлагают множество сценариев. От простых для новичков до самых захватывающих и экстремальных. Я выбираю отсидеться, а потом всех спасти. Тактика отсиживаться, конечно, работает, но... Хочется же, конечно, в самую середину, потому что именно там весь драйв. Эта атмосфера будоражит нервы похлеще, чем на экзаменах. Ужас! Меня сразу убили! Это просто экшен. Это что, зачем ты? Это очень классная игра. Все, я понежал. Блин, на самом деле, так страшно, но так классно, когда попадаешь в кого-то. Господи, я никогда не думала, что я смогу быть воином. В самом деле, девочки тоже кое-что могут. Сейчас я вам докажу. Да-да, здесь и девушки могут проявить себя. И не только в лазертаге. Клуб Портал предлагает сыграть в арчеритаг и страйкбол. Названия непонятные, но на деле все просто. Арчеритаг – это лук и стрелы, а страйкбол – оружие с пульками. В общем, развлечений на любой вкус. Потом, под конец игры, все мышцы болят, они все в поту и все уставшие, и говорят, что это классно. Клуб тактических игр Портал гарантирует веселый и активный отдых. Поэтому лень в сторону и бегом планировать свои выходные. Телефон и адрес уже на ваших экранах. Анастасия Гордеева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнеками. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнеками». Мы ждем ваши сообщения на электронную почту tnt.newsobacamail.ru или по телефону 43-17-11-26-28-17. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат от суши-бара «Васаби». Вы смотрели главные новости Верхнеками. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и только хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова